В 1999 году, когда я стала директором школы, первый раз смотрела представления, которые исполняли дети с особыми нуждами. Они играли в театр. Отличное было представление. Я спросила, а где эти дети? Почему в школах я не вижу их? В школе я не вижу их. Мне сказали, что они идут в специальные школы. А я, честно говоря, о них знала очень мало. И стыдно для меня признаваться, но я с такими детьми вообще, можно сказать, что не сталкивалась. И вот председатель Энджио Сусана Тады-Устян, мост над надеждой, мне говорит, вот вы сейчас директор. Если к вам придет такой ребенок, вы примите? Как мне сказать нет? Хотя я ничего не знала. Никаких навыков у меня не было тогда. Как поступать с этими детьми, как с ними работать. Я не знала. Но я сказала, да, приму. Но потому что мне стыдно было сказать нет. Не потому что у меня есть навык. И вот приняла в 99-м Галту беевую девочку. Спасибо. Второй вопрос. Значит, я знаю то, что вы будучи депутатом парламента Армении. Какие, как сказать, какие социальные проекты в сфере инклюзивного образования вы смогли реализовать, вступив в парламент? У меня больше такие планы были на образовательные нужды всех детей. Чтобы все школы стали инклюзивными школами. Не только отдельные школы, как была моя школа. И вот у нас сейчас в парламенте находится законопроект о том, чтобы школы, все общеобразовательные школы Армении стали инклюзивными. Чтобы все дети, которые живут в этой общине, в этой части города или в деревне, все дети, независимо от их специальных нужд, ходили в эту школу. Скоро уже мы будем обсуждать. Если мы примем этот закон, это значит, что Армения может говорить о том, что у нас политика инклюзивного образования во всех школах. Это будет отлично. Но принимать закон, это еще не значит обеспечивать все эти условия. Нет, к сожалению. Потому что в головах у людей должно меняться мышление и отношение к дискриминации. Неприемлемые отношения. Каждый человек должен исключить дискриминацию. Это очень сложно. И третий вопрос. Какие действия в дальнейшем вы хотите осуществлять в этой сфере деятельности инклюзивного образования? Если Бог даст, мы примем этот закон. Я хочу везде говорить об инклюзивном образовании. Везде, со всеми, всех родителей уговаривать, чтобы своих детей водили в эту школу, рядом со школой, а не спецшколы. Чтобы все специальные школы закрылись. Все. И все дети ходили в школу вообще. Я в этом направлении должна очень много работать. И с удовольствием буду работать. И надеюсь, что изменится не только в Армении, но и во всем мире. Продолжение следует...